Я думаю, что создание искусственного интеллекта, превосходящего человеческий мозг, возможно. Это связано с тем, что человеческий мозг любого человека работает не на 100%. Утомляемость человека связана с личностными переживаниями. Если создать машину, которая будет запускать примерно похожий накопитель памяти и системы обработки, которые сравним со скоростью работы человеческого мозга, и которые при этом будут на 100% использовать объемы памяти, которые там накоплены, вплоть до памяти на клеточном уровне или на молекулярном, то, конечно, это будет более серьезная система анализа, чем человеческая. Просто человек будет отличаться совсем другим. Машина, я думаю, что в любой логике машины не может быть заложена эристенциальная тяга к смерти, которая заложена в человеке. Начальная, которая и делает человека человеком, из которой вырастает вера, творчество, поэзия, многое другое. Понимаете? И машина, даже самая совершенная машина, которая, конечно, будет думать в миллион раз быстрее человека, перебирать комбинации и возможности в миллион раз быстрее человека, может быть, даже принимать решения в миллион раз быстрее человека. Но при всем при этом, ни одна машина не будет балансировать на грани бытия и уничтожения внутреннего личностного переживания. А для человека это является одним из фундаментальных признаков личности. Потому что для человека ощущение бытия исходит из внутреннего переживания возможности небытия. В логике машины пережить и осознать небытие как возможность, это значит привести логическую систему в тупик. В логике нету отсутствия, не предусмотрено отсутствие существования самой логики, логической системы. А в человеке есть. В этом человек будет всегда обыгрывать машину, потому что за этим скрывается парадокс. Необычное, неожиданное решение. Мы это называем решением, рождающимся из пустоты. И миллион вариантов машины может не предусмотреть. Ну, как помните в фильме, в гениальном великом фильме «Адвокат дьявола», когда он уже соблазняет Аль Пачино Киану Ривза, дьявола, тот пуская себе пулю в голову. Дьявол не предусмотрел, что можно захотеть убить себя на пороге абсолютной власти. Исходя из чего? Это абсолютно... Да, это нелогичное действие. Убить себя на пороге абсолютной власти, когда тебя объявили антихристом, сыном сатаны. Я думаю, что в этом человек всегда будет иметь микроскопическое внутреннее преимущество по отношению к машине.